Привет, я Орех, и я снова с вами. Напоминаю, что спонсор программы выставка компьютерных и видеоигр GameX, которая пройдет с 14 по 16 сентября. Подробности на сайте выставки, кликайте на баннер под нашим плеером. А сегодня в программе... Пультяшки идут в онлайн, FusionFall. Я набил себе тату, Марио и Лару Крофт. От фильмов в реальность, Heroes. Остаться в живых, Lost. Где мой кубический хлыст, Лего, Индиана Джонс. Надери его задницу, Tekken Dark Resurrection Online. Doom 4, Quake Zero, Quake Arena 2, Кармак жжет на Quake Kong. Второе дополнение к World of Warcraft. Покатушки по пустыне, Rage. Поем с медведом, Kokoro Scan. Все это после короткого перерыва на рекламу. Оставайтесь с нами. Я хочу представить вам лучшую в мире интерактивную игру Wanzai Racing. Возьмите в руки пульт, нажмите эту кнопку и машина поедет. Готовы? Поехали. Никаких игрушек. Только игры. Продолжаем выпуск. Создатели нелепых мультипликационных героев вроде Малышек, Powerpuff Girls и Маленького Профессора ударили кистями и красками по многопользовательским играм. Компания Cartoon Network представила новый ММО-проект для PC, Fusion Fall. Игра чем-то напоминает горячую смесь из World of Warcraft и Lineage с большим вкраплением дикой мультипликации. Герои настраиваются под ваши увлечения, а гильдии и совместное прохождение только приветствуются. Вы спросите меня про дату выхода? Признаюсь честно, она неизвестна. Несколько десятилетий назад мы удивлялись смешному набору пикселей, весело скачущих по экрану. А сейчас игры стали таким же элементом поп-культуры, как экстремальный спорт, тупые комедии и песни Аврил Лавинь. Эту моду просекли и тату-салоны, предлагая клиентам набить всеми любимых игровых героев. Хотите Марио, Луиджи или Принцессу Пич на всю спину? Выглядит, как драконы у Якудзы. Добро пожаловать в игровую мафию! Компания Ubisoft продолжает нас удивлять, собирая под свое крыло самые известные телесериалы. Камера готова? Да, хорошо. О, мой Бог! О, мой Бог! Клэр! 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 На прошлой неделе французы с радостью объявили о работе над игрой по мотивам популярного проекта Heroes. История о том, как группа людей со сверхспособностями пытается спасти мир от ядерной катастрофы должна получить игровое расширение в начале 2008 года. Учитывая тот факт, что второй сезон уже на носу, игра должна соединять события первой и второй части, отвечая на многие вопросы и создавая несколько новых. Heroes стали не единственной игрой по мотивам рейтингового телешоу. Повторное подтверждение получила игровая адаптация еще одного детища малого экрана Lost или в русской вариации «Остаться в живых». Выход проекта назначен на зиму этого года, а всем знакомые герои продолжат изучать загадки Большого острова в стороне от четвертого сезона. Я бы с удовольствием поиграл за Кейт, но нам явно навязывают Джека. Похоже, что LucasArts показалось мало пластиковых Star Wars, и именитый конструктор получил свои кубические объятия легендарного археолога Индиану Джонса. Совместными усилиями с волшебниками из Traveller's Tales компания готовит Indiana Jones The Video Game. Проект от создателей LEGO Star Wars предлагает вольную интерпретацию классической кинотрилогии с LEGO Indie в главной роли. Игра появится летом следующего года как раз к выходу четвертой части оригинального фильма. Вероятно, это как-то повлияет на выход второй игры про приключения кинолегенды, которая сдвинется на конец следующего года. Теккен замахнулся на мировое господство. Файтинг-серия с многолетней историей выходит на новые горизонты. Теккен Дарк Ресурекшн Онлайн нацелился на обладателей PlayStation 3 с обязательным наличием подключения к PlayStation Network. А в остальном все осталось на своих местах. Те же бойцы, локации, приемы и джаглы. Только теперь вы сможете драться не с туповатым компьютером, а с куда более крутым соперником, к примеру, из Северной Кореи или из Америки. И тут уж вам точно спуска не дадут. Джон Кармак умеет удивлять. Счастливый и не в меру веселый главный программист ID Software поделился с журналистами своими планами на ближайшее будущее на QuakeCon 2007. А планы у Джона невероятные. В стадии планирования уже находится Doom 4. Вторая команда компании работает над бесплатной игрой Quake Zero, которая будет распространяться через интернет и окупаться за счет рекламы. Параллельно с этим в планах прибывает Quake Arena на технологии Tech 5 и, возможно, версия ролевика Orcs and Elves для Wii и Xbox 360. Сам Кармак, кстати, в игры практически не играет, уступая это право трехлетнему сыну. Дорогу молодым! Там же, на QuakeCon ID Software представила Rage, свой новый проект на технологии Tech 5. Эта игра является серьезной заявкой на побег от мрачных лабиринтов и однообразных коридорных перестрелок. По словам ведущего программиста проекта Джона Кармака, Rage — это классический шутер, в котором 50% игры приходится стрелять и 50% кататься на футуристических машинах по постапокалиптической пустыне, населенной мутантами и странными созданиями. Что касается сюжета, то он в стиле ID. На землю упала комета, которая почти всех прикончила. Выжившие экстренно мутировали и теперь гоняют на машинах по пустынным равнинам, изображая героев безумного Макса. Горячая новость прилетела прямо с фестиваля BlizzCon. Именно здесь было анонсировано второе дополнение к World of Warcraft. Игра предлагает развитие персонажа до 80 уровня, континент Нортренд, поделенный на 10 зон и доступный только игрокам с 68 уровня, новую профессию Инскрипшн, героический класс Death Knight и PvP-зону с осадными орудиями и разрушаемыми строениями. И хотя дата выхода игры не называется, все почему-то тычут пальцами на начало следующего года. По слухам, игра потребует для запуска наличия первого дополнения Burning Crusade. Копите деньги, друзья! Поклонитесь великому медведу, ибо сила его безразмерна. Встречайте! Самое безумное видео из игры, из тех, что нам доводилось видеть. Кокороскан, вольный перевод с японского звучит так. Давай отсканируем ему сердце. Нет ничего лучше, чем сканирование сердца. Слава медведу! А мы увидимся с вами на следующей неделе. Напомню лишь, что спонсор видеоподкаста выставка компьютерных и видеоигр GameX, которое пройдет с 14 по 16 сентября. Кстати, на выставке будет и презентация телеканала GameLandTV. Приходите, будет интересно! Привет, я Кривет, и я все еще веду видеоподкаст на просторах GameLand.ru. Я не вижу лампочка. А ее не надо видеть. Я хочу видеть лампочка. Почему у тебя, у тебя именитый конструктор ЛЕГО? У всех Королев, Циолковский, ЛЕГО. В одном ряду поставил. Пока!